всем огромный привет ну что наконец-то я закончила вышивать все части коробочки от шателайн конечно же я еще не закончила и даже не начала вышивать все мелочи игрушечки я еще подумаю буду ли их вышивать думаю что может быть потихонечку чуть-чуть попозже чуть-чуть я передохну от этих цветов от этого дизайна от всего 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 ну и вот получается что мы имеем я ничего не гладила потому что как я уже говорила не буду я мучить эту работу основу ткань нитки все 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 глажкой периодической для видео потом для сборки лучше я один раз это сделаю уже перед сборкой ну и как бы все на этом вот так перед вами одна из маленьких сторон а их у меня две идентичные стороны это боковушечки как я уже говорила ранее я заменяла здесь много чего скажем так не заменяла добавляла я закрыла пустое пространство здесь металликом вышла такие радостские стежочки здесь делала сеточку такую тоже из rainbow галери здесь здесь такие джессики произвольные дошила и добавила по жемчужинке чтобы было как можно меньше свободного белого этого пространства так как шкатулка будет таком я думаю что часто применение использование вот это вот у нас будет передняя сторона с моими инициалами которые я тоже вышивала я заменила ниточку которая должна была вышиваться я вот по-моему такая была темно-зеленая ниточка mpi и ну я взяла металли который использовался он хорошо сочетается здесь я тоже весь вышила радосики а здесь вот вместо алжирских тоже у меня радосики везде чтобы не было дырок ну а так в принципе все остальное было по ключу пришла мне ниточка я дошила тот у меня участок который на этой работе или на этой работе я даже не помню на каком на какой части из этих у меня здесь не хватило ниточки я не стала ее покупать не так много использовалась такого самого цвета разных оттенков например вот здесь вот да я взяла два цвета просто их перемешала там крестики рандомно повышевала там сям ну и все и как бы я даже не помню на какое конкретно части на это или на этой я так сделала потому что она все как-то так слилось в одно здесь видите год я вышла тоже это крестик в одну ниточку металликом тем который ну вот использовался также сеточка отсюда я убрала либо отсюда либо отсюда я убрала кристаллики на самом деле если так честно просто забыла их вышить на одной из половинок ну и на второй короче тоже не стала уже ничего перепарывать переделывать вот ну и крышка сама сама у меня мятая здесь было я начала вышивать рамочку чтобы не запутаться да где вверх денис осталось мне придумать только что вот сюда вот я пришью если честно пока еще не знаю может быть что-то тоже жемчугом связано с кристаллами сваровски никакие железные штучки не хочу пришивать и скорее всего может быть закажу от сваровски какие-нибудь starfish или рыбки есть такие кристаллики ну что-то такое придумаю вот потому что пока оформлять ее не буду у нас магазина закрыта чтобы там купить и не знаю что там нужно картон и всякое такое знаете клей там ну какие-то флизелин все это закрыто через интернет это покупать не умею потому что шить я собирать эти штучки все не умею не знаю как я это буду делать в общем пока она полежит может быть к тому времени вышиваться и уже и мелочи остальные вот на этой вот у меня видите сколько осталось еще место может быть здесь что-то вышивается ну чтобы как бы не пропадал до кусок основа далее у меня есть еще один финиш я вышила юбочку для куколки для леди снова и для снежной леди куколка мне едет потому что первая приехала немножечко скажем так поврежденная ну вот едет мне 2 я вам тоже уже показывала и рассказывала что я ошибаюсь в узоре и здесь вот узором более такой плавный да у меня более высокий остроугольный поэтому я здесь добавила капельки добавила их только три потому что здесь и здесь все равно их видно не будет ну а остальное все вышито по ключу но эти капельки очень красиво пристают и переливаются когда она будет готова собирать или тоже буду не сейчас я думаю что я буду собирать сразу три куколки вместе усяду очень потрачу один день чисто на сборку куколок вот все остальное у меня здесь также лежит в этом пакетике пока я еще не вытаскивала может быть и вот эту кисточку которую мне подарила рима не а куколки к этой подвешу как украшение мне жалко мне жалко эту кистулечку использовать как маячок посмотрим пока она тут у меня висит чтобы не помялась вот аккуратненько вот ну и что дальше дальше хочу вышивать два процесса первый я уже начала зашивать рамку на своих бабочках маленьких то есть мелочи я хочу как эллиминейт мелочи вот это у меня рамка вся уже выше то там тоже весна здесь пришит бисер выше видите ну как бы здесь вот я до сюда дошла шла 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 остановилась и вот сейчас вышиваю орхидеи с бабочками вот так вот получается сейчас вот эту вот как я выбираю цвет и вышиваю 10 в 4 здесь их естественно 4 тоже значит 2 чтобы здесь было 2 потом я переверну работу и так буду вышивать две нижние как они сейчас верхние потом будут нижние чтобы далеко не тянуться ничего не перекручивать чуть-чуть я ее сдвину ну чтобы мне достать до того угла ну и как бы тут такое уже осталось в принципе между ними будут бабочки аппетитом но они такие маленькие то есть совсем тут осталось поковыряться немножечко тут наверно бэк займет дольше чем все остальное то есть ее надо закончить уже отложить и я начну тогда следующую со стрекозками будет у меня всегда плиточка в работе я так думаю потому что хочу их вышить всю серию мы как-то надо их продвигать и натянула я пока что без боковой натяжки свою свою dark queen of the seas свой совместный отшив который я вступала когда он там начинался в январе нет январе нет сентябре в октябре и не помню сентябре по моему ли в августе даже вот у меня первый этап всего вышел сейчас уже седьмой вышел короче надо мне нагнать это все поэтому я опять натянула ее мне очень хочется вышивать мне тоже на нее есть все материалы но вот ниточками dmc пока вот у меня три рыбки вышита но она такая клевая очень клевая поэтому хочу ее продвигать я наверно вышью на вот этой работе все вот вот эту половину да все выше здесь с бисером со всеми делами чтобы больше сюда не возвращаться перекручу переверну и отложу выше хотя бы один этап на один-два этапом скажем так как пойдет до на этой работе вот что еще вроде как и ничего после того я не знаю как я закончу вот эти работы мне еще хочется один дим начать вот я не знаю я не знаю муки у меня когда приедет еще одна куколка куколку то я точно начну она уже вот-вот она уже в англии практически практически приехала вот куколку я начну там еще приедет подушечка ее тоже начну у меня есть подушечка от рефлекс мне надо ее закончить мне хочется мелочи какие-то закончить потом у меня начать мелхилл с гранатиками его тоже хочу вышить единственное что мне нету рамочек куда бы его поставить ну этих мелхилловских рамочек или каких-то рамочек по размеру у меня нет и у меня же есть шкатулки которые нужно тоже вышивать игольничка две шкатулки я бы хотела какие-то подобрать дизайны тоже небольшие вышить оформить их потому что мне сейчас есть куда их поставить так сказать для красоты хочу начать до 1 дим напишите в комментариях будет ли вам интересно и кто хорошо знает я показывала свои запасы димы кто следит за моими там допустим ну когда я показываю покупки какие-то приобретения это будет очень нежный дизайн и давайте поугадываем не очень интересно кто почувствует сейчас мое настроение и что я сейчас хочу начать скажу сразу это будет gold как вы думаете какой дизайн от дима я очень хочу начать я ему скорее всего начну и может быть следующем видео я вам покажу хотя бы какие-то первые крестики такое вот так что вот такие вот дела мои такие небольшие продвижения вышивать не получается много потому что хоть у нас школы открываются сейчас вот у нас локдаун еще все равно пятый уровень то есть все закрыто на школы они открыли открывают как их постепенно то есть у меня сейчас милана пошла в школу младший класс они пустили пустили классы которые экзаменационные сын у меня еще дома он только с 15 марта начнет ходить в школу и получается что одну надо отвезти с другим надо сделать сидеть уроки а он так не очень сильно хочет их делать их очень много получается мы сидим все утро потом едем за дочкой приезжаем доделываем уйти тоже идут зум уроки короче а я не могу сидеть вышивать и дать ему ну как бы вот иди дело я пошла своими делами заниматься нет я сижу с ним ну как сказать не то что подгоняю просто контролирую чтобы он от процесса не отвлекался сильно потому что если я не буду контролировать то там у нас налево направо ворон мы посчитаем барашков посчитаем посчитаем кроме того чего надо ну как то вот так и получается что она время это утекает сквозь пальцы вообще абсолютно просто и не знаю куда эти дни уходят мне такое ощущение что я раньше до всех этих локдаунов даже вот в прошлом году то что было весенний я успевала очень много и вышивать много ну вы сами знаете и все как-то у меня было по полочкам и вот с прошлого марта уже как год я вообще у меня время сквозь пальцы утекает я не успеваю вообще ничего ну вот такие вот новости спасибо за просмотр спасибо что возвращаетесь на канал смотрите мои видео хотя не очень регулярный такой блогер но знаете лучше по вдохновению чем какая-то обязаловка все равно это моё хобби она для души абсолютно и не для каких-то других целей вот ну я вас всех люблю всех целую и всем пока пока и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok